Как подняться в небо, не взяв за облачный кредит? Сегодня у нас топ бюджетных дронов от 10 до 30 тысяч. Самые лучшие по времени полета, качеству съемки, управляемости и другим характеристикам. Подписывайся на канал, ставь лайк, полетели! Дроны полета Причем делать это могут даже дети. Управлять квадриком можно со смартфона, а можно отдельно приобрести к нему джойстик. Дрон весит около 80 граммов. Четырехлучевая рама из прочного пластика составляет одно целое с корпусом дрона. Камера, встроенная в переднюю часть корпуса, чуть наклонена вниз, что дает лучший обзор. Телло поддерживает два скоростных режима полета, фаст и слоу, а также шесть маневров, среди которых взлет с руки, зависание, перевороты в воздухе, подпрыгивание, съемка панорамы, облет пилота по кругу. Пятимегапиксельная камера работает достойно, для ценового сегмента порядка 10 тысяч рублей. Снимки достаточно четкие, с естественной цветопередачей. Дрон очень стабилен в воздухе, и это делает его идеальным для новичков и вообще для своей цены. Но есть два нюанса. Видео с дрона пишется прямо на смартфон, то есть при потере сигнала вы можете потерять и видео. И второе. Малая дальность действия. Заявленный радиус действия в 100 метров на практике в городских условиях составляет скорее 40-50 метров, при высоте полета до 10 метров. Зато дрон совместим с VR-очками, и им можно управлять через Bluetooth-контроллер. MJX VAX 2W. Дрон с бесколлекторными двигателями, GPS-модулем и камерой Full HD, который можно использовать с гарнитурой VR Google's MJX G3. Цена порядка 12 тысяч рублей, а бонус комплектации – две карты microSD на 8 гигабайт и адаптер для их считывания через USB-порт компьютера. Дрон отличается прочным корпусом и набором защитных функций, которые отчасти необходимы потому, что управлять аппаратом не так легко, как хотелось бы. Зато в полете дрон стабилен и предсказуем. Основные плюсы. GPS-позиционирование позволяет зависать в воздухе и запоминать место взлета. One Key Return. Стоит только нажать кнопку, и дрон сам плавно сядет в точке взлета. Intelligent Orientation Control. Система умного ориентирования в пространстве, позволяющая начинающему пилоту не следить за тем, где голова, а где хвост дрона. Также есть барометр, автоматический возврат и отключение винтов при встрече с препятствием. Максимальная высота до 300 метров, дальность до 500-600 метров, а время полета до 15 минут. Если батарея дрона разрядится в полете, он просто плавно приземлится. Это отличный дрон для обучения пилотированию, но, к сожалению, с весьма посредственной камерой. И, кстати, не отключайте GPS-модуль, если не хотите потерять дрон при первом же запуске. Гоночный беспилотник Valkyra F210 3D Идеальный дрон для начинающих пилотов дрон-рейсинга. Квадрокоптер отличается прочной рамой, модульным дизайном, поворотной камерой и несколькими режимами полета. Дрон умеет летать вниз головой, а его HD-камера на 1 Мп дополнена функцией ночного видения. Большинство элементов корпуса обладают либо защитой, либо гибкостью. Послушный и резвый дрон способен ловить сигнал на расстоянии до 800 метров при максимальной длительности полета 8-9 минут. К сожалению, GPS-модуль в беспилотнике отсутствует, и если вы потеряете с ним связь, бортовой контроллер просто выключит двигатели. Среди плюсов система on-screen display, передающая телеметрию и позволяющая оператору контролировать параметры полета, состояние каналов связи и заряд батареи. Полетных режима 3 для новичков, с ограничением углов крена и тангажа, средний, с большими углами маневрирования и продвинутый, без ограничений. Камера посредственная, но этот дрон и не для съемок. Цена от 12 до 30 тысяч, в зависимости от комплектации. Юниси Бриз 4К Достойный селфи-дрон в ценовой категории порядка 25 тысяч рублей. Из плюсов, стандартная стабилизация дополнена спутниковой системой позиционирования, компасом и датчиком давления. Чтобы дрон не врезался в стены дома, предусмотрена система IPS из набора сенсоров оптического и инфракрасного спектра. Устойчивый и отзывчивый беспилотник умеет автоматически взлетать и садиться, возвращаться домой, зависать в воздухе и достойно реализовывать любой из заложенных автоматических режимов. Селфи-съемка оператора, орбит-облет цели по кругу на заданном расстоянии, джорни-удаление и приближение к объекту и фаллоу ми в двух вариантах. Дрон просто за вами следит или же он за вами летит. Дальность и высота по умолчанию всего 60 метров, но этот показатель можно увеличить в приложении BreezeCam до 80 или 100 метров, а батарея рассчитана на 12 минут полета. Качество и скорость передачи потокового видео позволяют использовать Breeze для полетов в режиме FPV. Из минусов – цифровая стабилизация, возможности которой, сами понимаете, ограничены. Также некоторые пользователи отмечают, что на малой высоте в режиме следования видео с дрона получается дерганым. Следующий в нашем топе – Hubsan X4 Air Pro H501A с GPS-модулем и качественной FPV-камерой, передающей HD-изображение на смартфон. Комплектация включает ретранслятор Wi-Fi. Дальность полета до 400 метров, но это только при использовании ретранслятора, а без него всего около 100 метров. Максимальное время в воздухе – 20 минут. У дрона есть несколько интересных режимов полета, например, полет по точкам, отмеченным оператором на экране смартфона, полет вокруг оператора или любого заданного объекта с определенным радиусом. Еще среди функций стоит отметить – автовозврат на точку взлета, функция ориентации в пространстве, позволяющая не следить вручную за тем, где голова, а где хвост дрона, функция следования за оператором, причем камера всегда будет смотреть именно на вас, и удержание позиции и высоты, благодаря точному позиционированию в воздухе. Очень приличный набор для ценовой категории – порядка 30 тысяч рублей. К этому можно добавить в передачу видео с разрешением 1920 на 1080 и возможность обновления прошивки. Но без минусов тоже не обойтись. Слабые места дрона Hapson – это отсутствие стабилизации камеры и собственной карты памяти. Все видео пишется сразу на смартфон. А также некоторые пользователи отмечают прерывистость связи с дроном при подключении усилителя. В топ не вошел довольно популярный дрон Xero Explorer V – стильный, недорогой, с отличными характеристиками. Но в нем есть один минус – слишком часто встречающиеся жалобы на потерю связи и самого дрона. Если обзор был полезен, ставь лайк и пиши в комментариях, о каком дроне мечтаешь ты. Субтитры сделал DimaTorzok